Всем привет! Еду снимать для вас одно очень необычное видео и немного переживаю, потому что слегка упоролся с масштабом. Мне часто говорят, что мои игровые сборки годятся только для царского гейминга. Так вот, как истинный ПК боярин, хочу показать вам, что такое по-настоящему царский гейминг. Три монитора, проектор на всю стену — это всё детский сад. Мы попробуем угореть по максимуму, взяв самый большой экран, который только доступен. Кинотеатр. Отдельный кинозал только для меня. Изогнутый экран, объёмный звук и куча технологий улучшения картинки. Для начала нужно подключить наше добро к проектору и аудиосистеме. Для этого пойдём к киномеханикам. По ту сторону проектора всё совсем не так, как я представлял в детстве. Никаких бобин с плёнкой, всё цифровое, кругом стойки с оборудованием. Чтобы гарантированно ничего не лагало, я взял самый мощный ноутбук, если его можно ещё так назвать — Acer Predator X21. На борту у этого зверя Intel Core i7, 64 гигабайта оперативки, две GTX 1080p SLI и ещё куча всяких прибамбасов на целый чемодан. Чтобы не играть здесь через вот это вот маленькое отверстие, я взял с собой старую беспроводную клавиатуру и новую тоже беспроводную игровую мышку. Обижать консоли совсем уже не будем. На десерт у меня есть PlayStation 4. У неё беспроводные джойстики и есть игрушки, которых нет на ПК. Теперь нужно решить, где лучше играть. Сзади самые крутые места, есть даже столики для клавиатуры и мышки, а играть можно хоть лёжа, но далековато от экрана. Выберу место поближе, тем более, что ширины подлокотников хватит в любом ряду. Я был удивлён, но клавиатура и мышка работают даже на таком расстоянии, в первом ряду. Отлично, остаюсь тут. Даже лаг не чувствуется, хотя кинооператоры предупреждали, что скорость отклика будет не такая, как на игровом мониторе. Итак, первое включение. Всё работает. Вы готовы? Извините, не удержался. Кто кроме меня покажет этот шедевр в кинотеатре? Давно хотел посмотреть, как я выгляжу на большом экране. И на мобильном всё-таки лучше. Долго думал, что будет смотреться эпично на этом экране, но ничего не придумал, поэтому попробуем разные игрушки. Первое, что я запустил – Assassin's Creed Origins. Нравится мне масштабность этой игры. Как раз для кинотеатра. Когда сидишь в первом ряду, границы экрана захватывают уже периферическое зрение. Если в фильмах это не очень, то в игре ощущение, что сам побывал в Египте. Особо эпично смотрятся полёты орла. Хотя даже мелкие замесы на земле выглядят как серьёзные битвы. Следующая – Far Cry 5 с её неперематываемыми кат-сценами. Пока всё пересмотрел, понял, что на поиграть времени осталось совсем мало. Ведь впереди ещё куча всего, что хотелось бы глянуть. Следующие – шутеры, чтобы проверить, как на такой диагонали целиться и замечать врагов. Кто знает, может «Киберспорт» перейдёт именно на такую диагональ. Ну, что я могу сказать? Секундочку. Что я могу сказать? Видно всё хорошо, целиться удобно, но всё равно какое-то всё огромное и на периферийное зрение спереди не очень хватает. Что я могу сказать? Выглядит всё это очень круто, но не для киберспорта. Хотя позиционирование звука здесь просто нереальное. Жаль, что видео это не может передать. В общем, возле экрана прикольно, но всё очень большое, поэтому попробую сесть где-нибудь по центру. Теперь переходим к PlayStation. Посмотрим, подхватит ли она нужное разрешение и даст ли объёмный звук. Начнём, конечно, с эксклюзива. Для всего остального есть ноутбук с двумя GTX 1080. Horizon Zero Dawn – очень красивая игра, особенно на таком экране. Кстати, забыл сказать, проекторы тут HDR, поэтому игры смотрятся, ну, очень сочно. Нужное разрешение и объёмный звук подтянулись автоматически. Ничего не пришлось настраивать вручную, как в случае с ПК. Ну и, конечно же, футбол на большом экране. Как будто управляешь целым стадионом. Люблю свою работу, но теперь мне хочется в кино не только, чтобы посмотреть новый фильм. Конечно, всё это мы затеяли не для того, чтобы показать, как настроить всё для игры в кинотеатре. Нет, просто каждый из нас хотя бы раз задумывался над тем, что будет если. Так что, считайте, что я собрал все ваши мечты проигру в кинотеатре и показал, как это будет выглядеть. Где вы ещё такое увидите? Кстати, в будущем я планирую собрать домашний аналог кинотеатра с игровым проектором, мощной акустикой и всем в этом духе. В общем, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну что, следующий на очереди Аймакс. Для того, чтобы его разблокировать, мне нужно скрафтить 50 тысяч лайков. Так что… И, конечно, большое спасибо Планете кино за гостеприимство, царские экраны, вкусный попкорн, мягкие кресла и помощь в реализации моей безумной идеи.